Анализ поведения пользователя – это очень важный процесс в интернет-бизнесе, который помогает нам понять, как же посетитель вашего сайта взаимодействует со всеми его страницами. Такая оценка необходима нам для оптимизации сайта, для того, чтобы мы добились на сайте результатов, которые нам необходимы. Естественно, это покупка, кнопка обратного звонка, чтобы пользователь ее нажимал, также чтобы он вводил свои данные, там электронную почту, номер телефона, ну и так далее. Несомненно, анализ поведения пользователя на сайте оказывает положительное влияние на конверсию сайта. Конечно же, для большинства интернет-маркетологов именно Google Аналитика является основным инструментом для анализа сайта, поведения пользователей на сайте и для того, чтобы мы потом эффективно оптимизировали сайт. Но, однако, нужно иметь всегда под рукой и другие инструменты, которые помогают нам понять, как пользователь ведет себя на сайте, как он взаимодействует с вашими страницами. Такие сервисы, которые по факту будут дополнять Google Аналитику. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы с вами как раз таки и поговорим об одном из таких сервисов, это Microsoft Clarity. Еще три года назад, в октябре 2020 года, Microsoft заявила о создании бесплатного абсолютного инструмента для отслеживания поведения пользователя на сайте – это Clarity. Microsoft Clarity – это аналитический продукт, который призван на помощь владельцам сайтов для того, чтобы они понимали лучше своих посетителей, лучше своих клиентов и могли улучшать свои продукты. Цель Clarity – это упростить пользовательскую аналитику и понять, почему показатели именно такие, какие они есть, а не просто взяты из головы. Ну, а главная задача – это помочь владельцу сайта принять то или иное решение об измене или же улучшении чего-либо на сайте на основе определенных данных, а не просто потому, что так захотел владелец сайта. Естественно, запуск Microsoft Clarity, он спровоцировал бурные обсуждения в сети касательно того, не станет ли новый инструмент полной заменой Google аналитики. Конечно, эти два сервиса очень схожи между собой, однако они оба призваны проследить взаимодействие пользователя на сайте, но у них абсолютно разные методы сбора и подачи данных. Clarity, естественно, не единственный инструмент, который может анализировать поведение пользователя на сайте. Есть также подобные ему, однако есть ряд причин, по которым стоит устанавливать именно Microsoft Clarity. Во-первых, он очень легко и интуитивно просто настраивается и устанавливается, во-вторых, он не содержит вообще никаких ограничений по количеству анализируемых страниц, также у него нет никаких ограничений по количеству сайтов на аккаунт и по количеству сеансов и пользователей. Анализ данных начинается сразу же после установки, буквально в течение 30 минут. Ну и, конечно, и огромный плюс это то, что в анализе участвуют алгоритмы искусственного интеллекта. Ну, конечно же, есть факторы, которые могут сыграть и против решения установки Clarity. Во-первых, это то, что в сети очень мало информации о работе с Clarity и нет никаких кейсов по работе с ним. Также нет никакой информации по поводу того, как Clarity считает сеансы. То есть, по этому поводу сказано, что сессия — это количество времени, которое пользователь провел на сайте. Один и тот же пользователь может открыть несколько сеансов в один и тот же день или же в течение нескольких дней или же в течение месяца или года. Сеанс заканчивается, если пользователь становится неактивным в течение 30 минут. При подсчете сеансов за определенный период для одного и того же сайта данные в Microsoft Clarity и Google Аналитики будут, скорее всего, отличаться. Связано это с тем, что учет ведется по разным алгоритмам. Возможно, переходы на сайт с других каналов трафика, кроме прямого, не обрабатывают текущий сеанс или присутствуют другие закономерности. Однако Microsoft Clarity способен предоставить дополнительную информацию о самом сеансе, которую вы никогда не встретите в Google Аналитике. И в этом и есть его основное преимущество. Установка Microsoft Clarity выполняется точно так же, как и установка Google Аналитики путем добавления скрипта с кодом отслеживания на странице вашего сайта. Процесс установки на самом деле довольно-таки прост, тем более есть возможность использовать Google Tag Manager. Установить Clarity на сайт можно двумя способами. Во-первых, с помощью размещения кода на страницах вашего сайта, ну или же непосредственно с Google Tag Manager. Сейчас я покажу вам на примере, как вообще зарегистрироваться. Вы заходите на сам сайт Microsoft Clarity, ссылку я оставлю в описании. Если у вас есть аккаунт, конечно, вы нажимаете «Войти», ну а если нет, выбираете «Регистрация». Здесь вы можете выбрать вход в Facebook или же вход в Microsoft, ну или же вход в Google. Выбирайте любой понравившийся вам вариант. Выбираете свой аккаунт и дальше вам нужно будет подтвердить ваш электронный адрес, который вы указали. Нажимаете на галочку, что вы принимаете условия и нажимаете «Продолжить». Далее вам необходимо будет указать имя вашего веб-сайта или же мобильной версии и нажимаете на кнопку «Добавить новый проект». Ну и дальше, как вы видите, вы попадаете на страницу, где вы можете выбрать, каким именно образом вы хотите установить Clarity. Вот есть способ установить вручную. Если вы нажмете сюда, то вы получите код отслеживания. Здесь также вы можете перейти на более подробную версию с инструкцией. Вам необходимо будет скопировать и вставить код на свой сайт или же приложение. Каждый веб-сайт, который вы добавляете в свою учетную запись Clarity, будет получать уникальный код отслеживания. То есть они не повторяются. Ну или же выбираете установку с помощью диспетчера тега в Google. Нажимаем «Запустить настройку». Здесь вы можете также перейти по ссылкам, почитать более подробно. Нажимаете «Подключиться сейчас». Выбираете опять свой аккаунт. Нажимаете «Продолжить». Выбираете учетную запись Google Tag Manager. Ну, у нас много. У вас, скорее всего, она будет одна. И после того, как вы ее выберете, вы выбираете контейнер ваш же и нажимаете «Создать» и «Опубликовать». И после этого мы перейдем с вами в дополнительные настройки, которые мы также можем открыть. Как правило, здесь автоматические галочки включены. Менять ничего не нужно. Методы установки. Если в дальнейшем вы хотите что-то изменить, то вы также можете зайти в «Настройки» с левой стороны, выбрать «Методы установки», развернуть это меню и, собственно, выбрать подходящий вам понравившийся вариант. Уже в течение первых 30 минут после того, как вы успешно установили Clarity, вы сможете увидеть первых своих посетителей на вашем сайте. Информация начинает собираться уже вот буквально прямо сейчас. Чтобы связать отчеты Google Аналитики с записями сеансом, нам необходимо сделать интеграцию с Google Аналитикой. Это все также находится в меню «Настройки» с левой стороны. Вот здесь у нас есть «Интеграция с Google Аналитикой». Мы просто нажимаем «Начать работу». Снова выбираем нужный нам аккаунт и выбираем сайт здесь для подключения. Все, связь с Google Аналитикой успешно есть. Если вам нужно будет ее зачем-то отключить, то вы просто также перетягиваете ползунок влево. Еще раз вам напомню, что Microsoft Clarity — это абсолютно бесплатный инструмент, независимо от количества трафика на вашем сайте в момент установки приложения. Вы можете использовать Clarity как для начинающего ресурса, например, всего лишь с 10 пользователями на сайте, а также и для ресурса, который генерирует буквально тысячи посетителей в сутки. Это абсолютно неважно. Также стоит уточнить, что Clarity разработана таким образом, чтобы минимизировать влияние на скорость загрузки страницы. Вашим пользователям не придется долго ждать, поэтому здесь переживать точно не стоит. После того, как вы успешно установили Clarity, конечно же, есть такой вопрос касательно уровней доступа. Потому что компании, которые привлекают внешних партнеров по маркетингу, допустим, консалтингу, либо каким-то другим услугам, которые связаны с вашим сайтом, важно предоставлять доступ для просмотра данных. Для того, чтобы нам вообще кого-либо добавить, либо изменить, мы заходим с вами в параметры. Вот здесь вот с левой стороны нажимаем команду. И вот здесь мы видим, что мы можем добавить участника группы. Для этого нам будет необходима его электронная почта, которую мы сюда вводим. И, собственно, здесь мы можем выбрать роли. Их всего лишь две. Это участник, либо же администратор. Пользователь, который является участником, а не администратором, он может в принципе делать все, что не входит в настройки Clarity. Он может смотреть все, отфильтровывать, но вносить всевозможные изменения в проект, удалять его или же управлять доступом может непосредственно только администратор. Ну и администратором здесь может быть только один человек. Поэтому владельцам сайтов абсолютно не стоит беспокоиться о сохранности своих данных. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или же маркетологом. Понимание поведения аудитории на вашем сайте очень важно для повышения коэффициента конверсии и рентабельности инвестиций. С помощью Microsoft Clarity можно узнать, как пользователи ведут себя на вашем сайте без необходимости излишней сортировки данных. Microsoft Clarity предоставляет нам сведения о том, как пользователь ввел себя на сайте из трех взаимосвязанных разделов. Сейчас мы будем с вами каждый поэтапно разбирать и смотреть. Значит, самое первое это дашборд такой, панель мониторинга. Как мы видим, здесь есть что-то схожее с Google аналитикой. Когда мы входим в четвертую Google аналитику, то мы видим в принципе такую же обзорную картинку. Здесь нам предоставляется общая информация. Мы здесь можем посмотреть, сколько было всего сеансов, количество посещений вашего сайта за выбранный период времени. Также Clarity помечает сеансы ботов и исключают их из общего числа сеансов, что очень полезно. Также мы здесь можем посмотреть страницы, сеансы, глубину прокрутки, затраченное время, сколько конкретно по времени активно сидел пользователь в среднем на вашем сайте. Сколько сейчас пользователей именно в режиме онлайна. Уникальных пользователей можем посмотреть. Также мы можем посмотреть пользователей с максимальным количеством сеансов, именно из каких стран они приходили. Нерезультативные клики, то есть пользователь нажал на страницу, но это не дало никакого результата, который он бы хотел увидеть. Источники ссылок, именно откуда чаще больше переходит пользователь. Популярные самые страницы, быстрые возвраты, браузер можем посмотреть, какой самый популярный для перехода. Устройство, опять же, компьютер, мобильная версия или же планшет, ну и операционные системы. Все это, конечно, очень похоже на Google аналитику. Сейчас мы проведем с вами даже параллель. Главное внимание это то, что здесь данные представлены, обзорные за последние три дня. Это мы видим здесь. Если нам нужна конкретная дата, конкретный период времени, мы можем ее изменить. Нажимаем и видим, что мы можем посмотреть за сегодня, за 7 дней, за последние 30 дней, ну или же пользовательски, то есть мы указываем конкретное время. Например, я там хочу с 1 июня посмотреть по, допустим, 7 июня. Нажимаю применить и теперь мне будет показана обзорная статистика именно с 1 по 7 июня. Для примера давайте зайдем в четвертую аналитику. Мы видим, что у нас на главное здесь также вот есть блоки, в которых мы можем посмотреть пользователей, количество событий, конверсий, новых пользователей, пользователей за последние 30 минут, также по идентификатору страны с разбивкой, откуда больше всего приходят пользователи. То есть, если мы выберем сводку отчета, дашборд похож в Clarity как раз таки на сводку отчета в четвертой аналитике, то в принципе похожую картинку мы наблюдаем на блоке, также мы можем увидеть там страницы и экраны, которые просматривали пользователи чаще всего, ваши лучшие события, конверсии и так далее. Ну и также мы с вами тут можем выбирать время, период, за который нам интересно смотреть. С помощью фильтров, собственно, мы можем здесь модифицировать все под себя, то есть мы можем выбрать нужные нам даты, допустим последние 30 дней или свои собственные, указать параметры для вывода необходимых нам данных. То есть, допустим, мы хотим узнать о пользователях с компьютера, можно даже выбрать браузер, который нас интересует, операционную систему, страну или регион, допустим, меня интересуют пользователи из Украины. Дальше, действия пользователей, которые мы можем тут выбрать, значит, щелчки раздражения. Это означает, что пользователь очень быстро нажал или щелкнул по какой-либо области, но не получил результат. Нерезультативные щелчки. Пользователь тоже нажимал, здесь он уже не быстро нажимал, а, возможно, целенаправленно несколько раз в какое-то поле, но не получил необходимый результат. То есть, скорее всего, предполагалось, что там будет какой-то переход, возможно, ссылка какая-то, которая будет куда-то ввести, но этого не произошло. Чрезмерная прокрутка, то есть пользователь прокрутил страницу дальше, чем ожидалось. Быстрые возвраты, пользователь перешел на страницу, а затем быстро вернулся к предыдущей. Также мы можем выбрать перемещение курсора, введенный текст, который человек мог ввести на сайте. Пользователь выбрал текст какой-то на странице, выделил его или изменить размер страниц, то есть пользователь сам изменил размер окна браузера или переключился между альбомной и книжной ориентацией на мобильном устройстве. Если нам интересен какой-то конкретный текст, да, который был щелкнут или нажат, то мы здесь его также можем прописать. Допустим, меня интересует, как я уже говорила, за последние 30 дней пользователи, которые были из Украины, именно переходили с компьютера и которые дали нерезультативные щелчки. Нажимаю применить и вот здесь сразу мне покажется, вот здесь мне показываются пользователи с максимальным количеством сеансов, то есть уникальных у меня было за 30 дней 527 и нерезультативных щелчков у меня было там 3724, то есть это всего лишь 1,8%. И дальше мы можем с вами углубиться и посмотреть даже записи. Если вы хотите узнать больше подробностей именно о поведении какой-то конкретной группы людей, то стоит играться с фильтрами. Вот я уже говорила о том, что можно посмотреть конкретно запись, например, с нерезультативными щелчками. Ну, как мы видим, у нас здесь есть помимо панели мониторинга есть еще целое поле записи. Это вот похоже что-то на Яндекс вебвизор, где мы видим, как пользователь себя ввел, куда он кликал, как долго он скроллил, сколько раз он нажимал в том или ином месте, возможно, какие-то ошибки, что-то у него не открылось, почему, на каком экране страницы он задержался, с какими элементами у него возникли трудности. Все это мы можем с вами увидеть, просмотрев конкретную запись. То есть у меня сейчас стоит все тот же фильтр по нерезультативным щелчкам из Украины с компьютеров за последние 30 дней. И вот здесь я могу выбрать любой элемент, который мне интересен. Я нажимаю просмотреть и вот здесь я вижу, как пользователь себя ввел, куда он нажимал. Вот эти вот рисочки, которые вы видите, это собственно и есть этот нерезультативный щелчок, который я задала. Здесь внизу вы можете выбрать скорость воспроизведения. Сейчас стоит нормальный, да, мы можем там x2 сделать, чтобы воспроизведение шло быстрее. Либо же мы можем нажать на кнопочку пропустить период бездействия и сразу оно перейдет к необходимому нам элементу. Допустим, у нас вот здесь тоже есть. Пользователь зашел, 4 страницы просмотрела, провел у нас 35 минут на сайте и у него было 16, к сожалению, нерезультативных щелчков. То есть вот мы видим, что он куда-то кликнул и что-то произошло не то, что он, видимо, планировал. Вот он еще раз кликнул по пустому месту. Почему он что-то делает, делает. Видите, кликнул, выделил текст, но ничего не произошло. Хотя, видимо, он надеялся на этом. Анализ ошибок кликнул и так далее. То есть, если мы хотим даже более детально посмотреть конкретно эту запись, мы нажимаем на дополнительные сведения. Здесь у нас будут полные сведения о сеансе. То есть, когда конкретно произошел сеанс, в день и время, идентификатор пользователя, откуда он из Украины, потому что мы выбрали, да, также здесь компьютер, браузер есть, страниц 4 он прошел и нерезультативных щелчков было 16. Мы можем посмотреть также, откуда он зашел на эту страницу, источник его ссылки и также выход с нашего сайта. Здесь мы можем увидеть некоторые основные выводы для этого сеанса и здесь можем так выбирать абсолютно любой сеанс. Вот здесь, как мы видим, щелчок каждый. Он именно расписан поминутно. Если мы поубираем, например, все фильтры, которые я здесь создала, по умолчанию у вас будут записи за последние три дня. В принципе, Microsoft Clarity по умолчанию показывает все действия именно за последние три дня, поэтому не забывайте выбирать конкретный временной промежуток, который вас интересует. Вот здесь мы будем видеть с вами все записи. То есть, мы даже видим одного пользователя сейчас в прямом эфире. Можем посмотреть, откуда он зашел, вышел и так далее. И вот здесь у нас будут показаны вообще абсолютно все версии. То есть, до этого я выбирала, чтобы были показаны версии именно с компьютера. А сейчас, как мы видим, без всяких фильтров, у нас здесь абсолютно все версии сеансов. Это вот, как мы видим, и с компьютера, и с мобильной версии. С Android кто-то заходил из Сингапура, и с Казахстана тоже с компьютера кто-то заходил, и так далее. Ну и, конечно, для каждого конкретного сеанса вы можете выбрать щелчок, посмотреть конкретно, где пользователь, в каких местах щелкал. Здесь был щелчок, тут был щелчок, и так далее. Прокрутку посмотреть, как пользователь себя вел, и области. Ну, самое интересное, самое основное в Microsoft Clarity, что отличает его кардинально от Google аналитики, это HitMaps. Ну, этих тепловых карт очень не хватает как раз-таки Google аналитики. Собственно, мне кажется, основное, из-за чего устанавливать стоит Microsoft Clarity в дополнение Google аналитики, это, конечно же, тепловые карты. Потому что здесь они представлены у нас, во-первых, в двух версиях. Это в щелчках и в прокрутке. Так, ну, допустим, мы выберем конкретный сайт, посмотрим сразу. Так, и у нас здесь есть щелчок, можно посмотреть, можно будет посмотреть прокрутку сайта. Здесь, кстати, вот в щелчке, если мы выбираем, то мы здесь можем выбрать под тип, то есть если нас интересуют, например, мертвые щелчки, ошибочные и так далее. Ну, пока что выберем все щелчки. Так, ну, в целом, это очень как раз-таки похоже на анализ типа WebVisor от Яндекс.Метрики. Если вы пользовались, то вы знаете, как это выглядит. Здесь, собственно, визуализируются клики на карте у нас с помощью цветовой палитры. Чем пятно ярче и больше, тем больше кликов в этом месте делают пользователи. Наличие бледно-синих таких мелких пятен указывает на низкий интерес пользователя к этому элементу. Здесь мы, кстати, вот внизу можете увидеть даже вот эту вот шкалу градации от самого популярного, то есть видите, красным таким прям, до наименее популярным синим. И вот здесь мы можем посмотреть, что вот здесь у нас было загрузить 40 щелчков, в принципе, так, средненько. Здесь было уже 81 щелчок, вот красный прям, то есть очень популярный. И вот чуть ниже у нас такие щелчки как бы уже не очень популярные. Вот, на каждой конкретной странице можно просмотреть. Тепловые карты – это наглядный метод исследования большого числа взаимодействий. Карты кликов показывают, конечно, какой конкретный контент больше всего интересен вашим пользователям, с чем они больше всего взаимодействуют, куда, в какие места они больше всего нажимают. Обычно больше всего пользователи кликают на сайте в тех местах, где есть самые фокусные точки, то есть это, например, какие-либо кнопки или же, например, видео или аудио, если это есть на вашем сайте. И, конечно, они должны соответствовать разделам вашего сайта, куда, по вашему мнению, пользователи должны попасть и перейти. А если же это не так, то следует подумать об изменении местоположения контента на странице. Ну и, конечно, мы можем посмотреть запись конкретного пользователя, например, вот здесь, к примеру, по кликам. Точно также посмотрим, как он себя ведет, куда он кликал, куда он переходил, как он прокручивал. Можно посмотреть также дополнительные сведения. Переходим к всем записям. Возвращаемся к нашему тепловой карте. Это были щелчки. Ну, помимо щелчков, у нас есть с вами также прокрутка конкретной страницы. Видите, здесь уже просто покрашена вся страница в градиент. Мы можем увидеть, какое количество пользователей больше всего посещало какую часть, какой блок страницы. Здесь по градиентности тоже самое. С самого начала у нас, как мы видим, 100% пользователей достигли эту страницу. Ну, логично, они только ее открыли. Мы спускаемся с вами ниже и видим, что здесь у нас все хорошо. Пользователи еще 99-98% достигли. Дальше у нас мы видим, что уже здесь чуть ниже пользователей поуменьшилось. Здесь всего лишь 77% пользователей прокрутило страничку. Опускаемся ниже, видим, что здесь еще чуть меньше опустилось количество пользователей, 58%. Вот так вот мы с вами опускаемся и видим, что вот до конца у нас вот тут уже 40% и до самого конца, например, у нас дошло вот именно до подвала сайта всего лишь там какой-то 20% пользователей из 100. Карта прокрутки показывает, видят ли пользователи то, что вы хотите им показать. До какого конкретно момента, какое количество пользователей скроллит страницу вашего сайта. Мы видим, когда люди останавливаются и что наиболее важно на странице вашего сайта для пользователя. Используя эти данные, мы можем сделать с вами вывод, насколько эффективно размещать на странице те или иные данные, ту или иную определенную информацию, будут ли видеть ее клиенты или же не будут видеть ее клиенты и как много клиентов мы сможем с с вами охватить. Когда мы видим, с чем взаимодействуют наши пользователи на конкретной странице, мы можем с вами принять решение даже об успешности того или иного дизайна на странице. И стоит ли нам располагать, например, те или иные кнопки, допустим, внизу страницы. Или, возможно, стоит все-таки какую-то важную информацию располагать чуть выше или в самом верху страницы. Все это мы можем с вами сделать, основываясь вот на такой тепловой карте. И, кстати, данные тепловых карт, они сохраняются в течение 12 месяцев со дня их записи, что является, конечно, неоспоримым плюсом. Мы видим еще с вами здесь один раздел, который называется Google Аналитика. Ну, здесь особо ничего такого интересного, просто подтягиваются данные из Google Аналитики сюда. То есть мы здесь можем также посмотреть обзор аудитории, сколько было совершено сеансов и его длительность за определенный промежуток времени. Ну, в данном случае за последние 7 дней. Мы можем здесь выбрать, опять же таки, абсолютно любой временной промежуток. Также здесь мы сможем посмотреть канал трафика, органический трафик, прямой заход или же по ссылке откуда-то. Источник можем посмотреть, с YouTube кто-то переходил или же с Google переходил или же напрямую. Вот здесь более данные у нас есть. Например, 9 июня было 434 прямых заходов. Также мы тут можем видеть с вами сеансы по типам устройств, по странам, естественно, и самой популярной страницы. Ну, в принципе, все эти данные вы, конечно, можете более глубоко проанализировать в самой Google Аналитики, но если вы уже создаете там какой-то для себя отчет и зашли в Clarity, то здесь также можно дополнительно с Google Аналитики вытащить нужную вам информацию. Остановимся с вами теперь чуть-чуть более подробнее на фильтрации. Здесь это находится с левой стороны. Мы все с вами привыкли к определенным фильтрам в Google Аналитики, где нам показывают там демографические какие-то характеристики, пол, возраст, операционную там систему, откуда приходили пользователи, какие-то временные рамки, браузер и так далее. Здесь, конечно, тоже все есть, но здесь крутая и главная фишка это то, что мы можем посмотреть более такие интересные моменты. Это действие пользователей. Я уже чуть ранее говорила в этом видео про это, про щелчки, например, раздражение, гневные клики, нерезультативные щелчки, то, чего нам Google Аналитика вообще не дает. Например, здесь мы можем увидеть чрезмерную прокрутку и так далее. Ну и, естественно, все это мы можем комбинировать, как я уже ранее говорила, мы можем комбинировать это с устройством, которое нас интересует, даже с браузером, операционной системой и даже страной или регионом с пользователем, который зашел. Почему же вот этот вот набор фильтров очень вообще для нас важен? А вот эти все нерезультативные щелчки, гневные щелчки, слишком быстрый проскролл вашей страницы и так далее, это говорит о том, если у вас набралось таких данных много, что ваш веб-сайт он интуитивно непонятен пользователю, а так быть не должно. И, соответственно, что мы можем сделать в такой ситуации, да, нам же нужно как-то на это отреагировать. Вы можете, например, добавить ссылку на элемент с высоким показателем гневных кликов и сделать его кликабельным. То есть, предполагается, что в этом месте пользователи очень часто нажимали, потому что они ожидали иметь там какую-то гиперссылку, да, а ее там не оказалось. И, соответственно, вы можете задуматься над тем, чтобы, возможно, все-таки в это место, где пользователи чаще всего нажимали, но ничего не произошло, возможно, стоит все-таки в этом месте добавить какую-либо информацию и сделать какой-то интерактивный элемент. Стоит добавить, что вообще метод фильтрации здесь довольно-таки простой. Вы просто комбинируете между собой, допустим, интервал времени, за который вы хотите просмотреть данные, какие конкретно действия пользователей вас интересуют, с какого конкретно устройства, браузера, возможно, или же даже операционной системы. Также откуда пользователь приходил на ваш сайт, то есть страна или же регион. Даже можете указать здесь адрес ввода, как он попал на ваш сайт, с какой страницы он вышел с вашего сайта, или вас интересует конкретная страница вашего сайта. Здесь это можно указать и даже можете указать там трафик, с которого человек переходил, и длительность сеанса. То есть просто комбинируйте между собой вот эти данные, ничего сложного здесь нет. Если мы хотим проанализировать сайт на наличие неработающих кнопок, ссылок или же других интерактивных элементов, нам нужно выбрать записи, выбрать интересующий нас период времени и поставить вот здесь кнопочку, например, на щелчки раздражения и нажать на кнопку применить. Здесь мы можем сортировать с вами все наши записи по дате, например, от новых к старым, или же от старых, или же по щелчкам, например, мало щелчков было сначала, потом много щелчков и так далее. По продолжительности, по количеству страниц вообще за сессию, то есть мало страниц он посетил изначально, или же много страниц. И каждая запись нам будет доступна с вами к просмотру. Клики в них будут отмечены черточками. Если мы нажмем с вами дополнительные сведения, вот здесь вообще, то мы с вами посмотрим, что каждый раз у нас есть пометка, то есть вот, допустим, 0.14 страница с измененным размером, да, вот человек идет, идет, идет и оп, нерезультативный щелчок был, да, еще раз нерезультативный щелчок. То есть пользователь явно нажимал на масс-фолловинг, да, и он явно ожидал, что при нажатии на вот этот вот масс-фолловинг нас куда-то перекинет, там, может быть, сразу перекинет к этому оглавлению, там, или откроет другую дополнительную страницу, или еще что-то, но, к сожалению, нажимая на масс-фолловинг, ничего не произошло. Пользователь никуда не был перекинут, он остался дальше на этом же месте в этой странице. Дальше вот, например, у нас есть запись, берем дополнительные сведения, так, смотрим, вот здесь с самого начала, кнопка «Анализировать сейчас», пользователь ее нажимает, вот еще раз посмотрим, ничего не происходит, он ввел какие-то данные, нажимает «Анализировать сейчас», ну, ничего не произошло, как мы видим, да, нерезультативный щелчок, и он нажимать еще раз, еще раз, ну, опять же, ничего не происходит. То есть явно говорится о том, что у нас пользователь, заполнив данные и нажав на кнопку «Анализировать сейчас», должен был перейти к анализу, но, к сожалению, он не перешел. То есть это сразу дает нам сигнал о том, что нам срочно нужно починить, проверить эту кнопку. Может быть такое, что, например, у вас стоит там кнопка, не знаю, заказа обратного звонка, должно быть поле, где человек там должен ставить свой номер телефона, и вы ему перезвоните, но человек также будет там несколько раз нажимать на эту кнопку, ничего не произойдет, кнопка перезвонить будет не кликабельна. И, естественно, вам сразу нужно будет предпринять действие и починить данную кнопку. Поэтому вот такие вот щелчки раздражения, нерезультативные щелчки очень важно отслеживать на вашем сайте, и можно это сделать с помощью Microsoft Clarity. Как правило, запись сессии с щелчками раздражения или же с гневными кликами используются для того, чтобы выявить страницы и их элементы, которые, как правило, чаще всего не оптимизированы под мобильные устройства. К числу таких элементов относятся, например, формы и кнопки, которые могут находиться вне экрана телефона и просто-напросто не видны пользователю. Вот как вы видите сейчас на скрине. Когда кнопка просто не видна на экране мобильного устройства, пользователь часто делает дополнительные клики, чтобы открыть или закрыть форму или же всплывающие поп-ап окно. Также Microsoft Clarity дает нам уникальную возможность посмотреть, возникают ли проблемы у пользователей каких-то конкретных определенных браузеров или же операционных систем при посещении вашей страницы. Для этого мы, если выбираем тепловые карты или же записи, мы просто выбираем вот здесь еще обязательно в фильтрах, браузер, который нам нужен, допустим, Chrome и операционную систему, которая нас интересует. Кстати, здесь вы можете наоборот исключить выделенный фрагмент, то есть, например, вас все интересует, кроме Chrome. Вы выбираете Chrome, нажимаете исключить выделенный фрагмент и он вам показываться не будет. Ну, а в данном случае нас наоборот как раз это интересует. Человечки раздражения уберу. Вот. И опять же здесь вот мы можем посмотреть дополнительные записи, было что-то такое или нет, или же посмотреть тепловую карту. Потому что у нас не всегда есть возможность в режиме онлайн протестировать какой-либо элемент на странице при посещении с разных устройств или же браузера. Но если у вас на сайте установлен Clarity, то достаточно просто посмотреть записи и тепловые карты и понять, есть ли проблема, если она есть, то где именно конкретно. Также очень важное поле. Если на сайте у вас возникла ошибка JavaScript, то на панели мониторинга на дашборде у нас есть здесь целый блок, который называется ошибки JavaScript. Те ошибки, которые возникают при выполнении JavaScript в браузере. Ошибка щелчка – это ошибка JavaScript, которое возникает после щелчка пользователя. И здесь мы можем посмотреть записи, опять же таки, сеансов именно с этими ошибками. Опять-таки определенный период, например, за 30 дней мы можем видеть, сколько у нас было ошибок. Посмотри, можем выбрать показать больше, то есть либо меньше. И вот мы нажимаем на записи. И опять же у нас вот здесь есть записи, которые мы можем с вами просмотреть, она нам будет показывать, какая ошибка произошла. И вот здесь можно даже нажать и посмотреть, что конкретно было не так. Как мы видим, наборы здесь фильтров, функций, он не супер прям огромный, не раздутый, но здесь сосредоточено самое важное. То есть мы можем посмотреть записи поведения пользователей, при этом мы можем сузить, например, откуда конкретно мы хотим посмотреть, на каких пользователей, то есть на пользователей конкретно с Украины или на пользователей конкретно с США и так далее. Можем также посмотреть на конкретных пользователей, их поведение, их какие-то гневные щелчки с конкретных определенных устройств мобильных или с компьютера, с определенных браузеров и так далее. Можем с вами таким образом резюмировать, что Microsoft Clarity это очень полезный инструмент, который заслуживает вашего внимания и его стоит установить. Потому что, конечно, нам с вами в первую очередь важно привлечь трафик на сайт. Это является важной первоочередной задачей. Но если этот трафик не поможет вам увеличить продажи, если пользователи не смогут найти то, что они хотят, получается привлечение трафика абсолютно бессмысленным. Именно поэтому нам нужно с вами всегда анализировать поведение пользователей на сайте. Использование данных, которые собирает нам Clarity, оно позволяет лучше понимать запросы пользователей сайта. И анализируя взаимодействие пользователей с сайтом, нам становится значительнее легче. Мы с вами сразу можем определить страницы, которые отвлекают пользователей, которые неудобны пользователям, и наоборот, которые работают достаточно хорошо. И все это нам, конечно же, поможет улучшить взаимодействие пользователя с вашим сайтом. Ну и, как следствие, конечно же, это увеличит конверсию. Microsoft Clarity покажет вам, какие страницы работали неэффективно или какие же страницы являются слишком сложными для понимания пользователя. Также это покажет нам, какие тенденции указывают на мертвые ссылки, есть ли страницы, которые просто не дают ответов на вопросы пользователей. Какой элемент JavaScript не работает правильно или вообще не работает у пользователей определенных поисковых систем, определенных браузеров и определенных устройств. Более того, возможность просмотра записи сеансов позволит вам точно увидеть, куда конкретно кликал пользователь, что у него конкретно не сработало. Ну и, конечно, мы сможем с вами сделать вывод, почему пользователь покинул страницу. Ну а на основе данных с карты кликов и прокрутки вы сможете разместить самый ценный контент именно в центре внимания пользователей, где чаще всего они скроллят вашу страницу. Ну а также информация о гневных кликах поможет вам создать интуитивно понятные страницы на вашем сайте. Можем сделать с вами вывод, что Microsoft Clarity, в принципе, довольно таки простой инструмент. Он очень прост как в установке, так и в пользовании. Нет ничего сложного, но, как мы видим, он очень эффективен. И я советую его вам, конечно же, добавлять, устанавливать и анализировать свои данные, потому что этот инструмент прекрасно дополняет картину, которую мы видим с помощью Google Аналитики. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. Я буду рада ответить на каждый из них. Если вам понравилось это видео, обязательно лайкните его, поделитесь с ним в соцсетях. Не забывайте подписываться на наши соцсети, на наш инстаграм-аккаунт, а также вступайте в нашу телеграм-группу. Ну и, конечно, не забывайте поставить уведомления о выходе следующего нашего видео. До новых встреч и удачных вам продаж!